В Самаре торжественное собрание, посвященное Дню строителя, прошло на самой титулованной сцене в Театре оперы и балета. В губернии отрасль сегодня на подъеме. По темпам жилищного строительства Самарская область, лидер среди регионов России, показатели превышают объемы советского периода. Кроме того, строятся новые заводы, школы, больницы, спортивные сооружения, стадион и инфраструктура к Чемпионату мира по футболу. Чтобы страна крепче стояла на ногах, и в нашей стране нам надо сделать очень и очень много. Очень много. По-хорошему, на 20-30 лет нам работает строительный отрасль столько, чтобы догнать уровень. Даже некоторых наших соседей, может быть, по России, а если так вывести, выйти на уровень там развитых стран, даже того же Китая, Китай сколько сделал уже. Нам надо очень и очень много поработать, очень много работать. Лишь бы этот настрой сохранился. Николай Меркушкин вручил государственные награды в числе награжденных обладателей почетных знаков, заслуженный строитель и заслуженный архитектор Самарской области. Звания учреждены по инициативе губернатора три года назад. И каждый год в числе лауреатов появляются новые имена. Именно благодаря этим людям сегодня Самара развивается как крупный промышленный центр. Самую высшую оценку можно дать строительной отрасли Самарской области. Социальные сферы, спорт, здравоохранение. Ведь столько объектов раньше не строилось. И это только радует. Сегодня в строительном комплексе губернии трудятся династии, чей общий трудовой стаж превышает сотни лет. Им особое внимание. День строителя – один из старейших профессиональных праздников России. Его отмечают во второе воскресенье августа. И в этом году традиция исполняется 60 лет. Впервые работники отрасли отметили свой красный день календаря в 1956 году. Инициатором указа стал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, вдохновленный строительством Волжской ГЭС имени Ленина. Сегодня это наша Жигулевская гидроэлектростанция. Так что можно считать, что идея праздника зародилась на Самарской земле. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События.